Участие во всероссийском турнире для Ольги – еще одна победа, прежде всего, над собой. Поездка была под большим вопросом. Я думала, что я не поеду, потому что в конце июня меня сбила машина на пешеходе около больницы, и травмы мои были, ну, такой средней тяжести. У меня был перелом ребра со смещением небольшой пневмоторок, ну, сотрясение мозга. И, соответственно, конечно, я очень много пропустила тренировочного процесса. К тренировкам я проступила где-то уже, наверное, числа 20 августа, только пошла в тренажерный зал. Готовилась выступить в двух дисциплинах – стрельба и пауэрлифтинг, но последнюю заменили на бег. В результате бронза на 100-метровке, золото по полевой стрельбе. Когда вот я ездила в спорткомплекс «Заря» стрелять, я уже потом после этого говорю, вот как знала, пойду, говорю, маленечко, несколько кружочков по стадиону сделаю. Вот так вот я все равно наматывала круги, и дыхалку разрабатывала, и руки свои. И, наверное, это-то и помогло. Ольга Халявина уже давно стала примером для эскетимцев. Руководитель общества инвалидов отмечает – несложно. Сейчас это ее работа, а все достижения – стимул для других, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья сами расширяли свои границы. Оказывается, их очень много дома сидят. Люди сидят годами. Вот недавно встретила одну женщину тоже, она с мужем была. Я сама к ней подошла, говорю, здравствуйте, можно с вами познакомиться, зовут ее Елена. Она оказывается с 90-х тоже каких-то годов на коляске, а она нигде, потому что она и не знает. Вот если муж ее вывезет где-нибудь, я как поняла, так они прогуляются из дома, тоже сама выйти не может. Это проблема очень большая. Но надо, чтобы и город развивался, становился комфортным и доступным для маломобильных граждан. Только вот темпы пора ускорять, уверена Ольга Халявина. Подошла к ним на кнопку... 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 Подошла к ним на кнопку...